В парке аттракционов в Дзержинском районе найдены нарушения. Несоблюдение правил безопасности обнаружил отцовский патруль в ходе совместного рейда с аппаратом уполномоченного по правам ребенка. В результате работу двух аттракционов пришлось приостановить. Дарья Крот расскажет почему. Очень маленькие дети в очень большом количестве. Так парк 30-летия победы в Дзержинском районе выглядит каждый вечер. Особенной популярностью пользуется водоем. Катамараны есть, жилеты есть. Не хватает одного спасателей. За все отвечает студент, устроившийся на летнюю подработку. У нас уже было пару случаев. Нам приходилось людей спасать. Утонули пару телефонов даже. Но в конечном итоге всегда все хорошо у нас получается. А неужели вы обладаете навыками, чтобы спасти человека на воде? Да, да. Я три года плаванием занимался. Вероятно, работодатель решил, что этого достаточно для работы с детьми на водном аттракционе. У ярославских пап противоположное мнение. Вопросы вызвала и палатка по соседству. Детям предлагают лопнуть шарики с помощью острых дротиков. Что будете делать, если ребенок себе дротиком что-нибудь проткнет? Оказать первую помощь. Умеете? Ну, чем? В меде. Я в мед поступаю и представление имею. Вас тут учили? Нет. Оба аттракциона не относятся к городскому парку. Места сдаются в аренду частным предпринимателям. И если для работы в муниципальном парке аттракционов необходима справка об отсутствии судимости и медицинская книжка, то у частников не столь строгие требования. Отцовский патруль увидел в этом законодательный пробел. Мы будем и аппарат, и совет отцов выходить с законодательной инициативой, чтобы внести на законодательном уровне регламентирующие документы для частников. Еще об одной проблеме сообщили сотрудники парка аттракционов. Со всех сторон его окружили питейные заведения. Если продавать алкоголь и сигареты вблизи образовательных учреждений запрещено, то для парков отдыха такого ограничения нет. Но в планах совета отцов проверить законность работы баров. У мужчины, у которого больше трех детей, это святая обязанность и зов сердца. Если мы смогли в своих семьях достичь определенных результатов, то эти результаты необходимо транслировать и на окружающую среду. Совет отцов создан при уполномоченном по правам ребенка. Задача его участников – обеспечить безопасность летнего отдыха для детей. Патруль появляется в местах, где больше всего малышей – в лагерях, детских садах, на площадках. Места грядущих проверок держат в секрете. Дарья Крот, Максим Сушанов, Новости города.